Отключить горячую воду, устранить дефект. И все это за 14 дней. Теперь этот срок должны будут соблюдать коммунальщики. Об этом и не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давич». Меня зовут Надежда Шибалина. Здравствуйте. Первая жертва в Кирове снежная глыба съехала с крыши дома на женщину. Какое распоряжение после происшествия дал губернатор ответственным? Бумажные квитанции за ЖКХ хотят отменить. С чем связана такая федеральная инициатива и кого новшество обойдет стороной? Нужны ли липы на аллее вдоль Октябрьского проспекта? Кировчане и представители мэрии обсудили варианты благоустройства. К чему пришли в итоге? Больше 400 тысяч рублей присвоила сотрудница Почты России в Малмышском районе. Какое наказание вынесут? Женщин-водителей ждут подарки и цветы. В канун 8 марта Кировчанок поздравят сотрудники ГИБДД и Радио Ваня, где пройдет акция. Акробатика, лыжи и хоккей. Выходные в Кирове были спортивными. Как прошли соревнования? Весеннее солнце сделало свое дело. С крыши уже начали падать сосульки. Есть первые жертвы. Так на жительницу областного центра рухнула снежная глыба. Все произошло на Ленина 107. Об этом сегодня сообщили в правительстве Кировской области. На еженедельном совещании губернатор Александр Соколов призвал специалистов госжилинспекции активнее работать. А именно организовать контроль за уборкой снега с крыш зданий во всех районах области. И сделать это нужно максимально оперативно. О результатах работы специалисты ГЖИ доложат на следующем оперативном совещании в областном правительстве 13 марта. Больше не будет раскопок на три месяца в центре города. Так отреагировал сегодня губернатор Александр Соколов на доклад главы городской администрации. Вячеслав Семаков рассказал, за затягивание сроков коммунальных раскопок в Кирове теперь будут наказывать. В администрации разработали целый ряд документов, касающихся этой темы. Сетименеджер подчеркнул, что изменения уже утверждены депутатами Думы и доведены до всех ресурсоснабжающих компаний города. Теперь коммунальщики будут обязаны завершить ремонт сетей в 14-дневный срок. С оговоркой «продлить работы можно», но это зависит от протяженности раскопки и видов работ. Надо обосновать. Во-первых, если раскопка на протяжении километра, если это строительство новых сетей, там уже существуют регламентные сроки строительства. А мы говорим про аварийные раскопки. Конкретно аварийные раскопки проводятся до 14 суток. И еще одно изменение. В правила внешнего благоустройства внесено новое требование. На время отключения воды или тепла коммунальщики должны проложить временные дублирующие сети, по которым ресурс будет поступать потребителям. В компании «Т-Плюс» заявили, что такие работы проводились и раньше. Просто это не было документально зафиксировано. Надо сказать, что уже два года компания «Т-Плюс» в Кирове применяет подобную технологию. То есть для того, чтобы несколько месяцев, а реконструкция длится от полутора до трех, иногда месяцев, в зависимости от сложности, подрядчикам в требованиях при закупках ставятся условия прокладки временных схем тепловых сетей. Олея вдоль Октябрьского проспекта преобразится. Об этом рассказали в администрации города. На пешеходной зоне обновят зеленое насаждение. В выходные в Кирове прошла встреча представителей мэрии и активистов. Там обсуждали варианты озеленения территории. На участках Уцума и Танка спилили тополя, которые, по мнению специалистов зеленого хозяйства, были аварийными. Многие кировчане остались этим недовольны. Они переживают, какие деревья с олеи уберут еще. Начальник отдела зеленого строительства УДПИ Светлана Кекина предложила высадить на аллее, в том числе, липы взамен старым тополям, что касается участка возле Цума. После того, как там срубили голубые ели, кировчане выступили с предложением посадить на этом месте новые хвойные деревья. Но, как выяснилось, сделать это можно только на одной стороне бульвара, поскольку на другой проложенной коммуникации. Поэтому было предложено посадить с двух сторон липы. Кроме того, активисты высказали опасения относительно обрезки деревьев. Не уберут ли здоровые и как все это будет происходить? Мы пригласили к участию по обрезке профессиональных арбористов и будем совместно с ними делать обрезки. И по проектированию, что ту концепцию, которая сейчас именно по общественному заданию будет доработана, ее представим через две недели. Снова на общественном совете. Это уже вот такой круглый стол, когда все сядем, презентуем и доработаем. Яблоням и липам не нужна омолаживающая обрезка. Чтобы вы понимали, да, есть санитарная обрезка, есть омолаживающая. Санитарная предполагает посмотреть на дерево в весенний-летний период, увидеть, какие есть проблемы. То есть мертвые ветви, сухие ветви. Сейчас мы это не увидим. Какие именно деревья и кустарники высадят на Октябрьском проспекте, специалисты еще будут обсуждать вместе с активистами. Что касается лип, вариант не самый удачный. Об этом заявила доктор биологических наук профессор Татьяна Егошина. По ее мнению, липы красивые, но очень проблемные деревья. А все потому, что в них быстро заводятся вредители. У липы очень много вредителей и болезней. И липы в последнее время очень сильно болеют. В городе нельзя применять инфектициды, нельзя применять какие-то препараты от болезни растений. Поэтому это может повлечь за собой массу новых проблем. Никаких квитанций в почтовом ящике. В России хотят отказаться от бумажных платежек за услуги ЖКХ, пишут Известия. С такой инициативой в Минстрой обратился российский экологический оператор. Цель – сэкономить бумагу. А ее, по данным специалистов, только на квитанции уходит около 50 тонн в год. К тому же из-за подорожания канцелярских товаров, расходы управляющих организаций на рассылку документов в прошлом году увеличились в несколько раз. Сейчас эксперты решают, как идею с электронными платежками воплотить в жизнь и нужны ли изменения в законодательство. К слову, совсем отказываться от бумажных квитанций не планируется. Их хотят оставить для пенсионеров, которые не обладают достаточной компьютерной грамотностью. Возможность получать привычные квитанции хотят сохранить и для тех, кто проживает в деревнях и селах, где есть проблемы с интернетом. Треть россиян начали экономить на ремонте и обслуживании автомобиля. Такие данные приводит одна из крупных страховых компаний. Это вынужденная мера, признаются автовладельцы, ведь оригинальные запчасти сильно подорожали или вовсе пропали с прилавков. По данным статистики, урезают расходы водители не только на запчасти, но и на расходные материалы, а также стараются отказаться от мелкого кузовного ремонта. А как кировчане экономят на обслуживании и ремонте авто, узнаем из рубрики «Мобильный журналист». Как вы считаете, стоит ли экономить на обслуживании машины? Ну, если на топливо, можно экономить без уезжей. Я ее не обслуживаю, она не на меня. Ну, а у вас своя есть? Своей нет, только мотоциклы. А на мотоцикле? Сам обслуживаю. Причем очень не экономлю. Боком выйдет в дальнейшем, если экономить на обслуживании, на масле, на всем. Ну, так что нет. Чтобы дольше ездила техника, значит, ее нужно хорошо ухаживать. Стараюсь не экономить. Боком выходит. Ну, а что, допустим, если оригинальные запчасти или нет? Покупаете что? В зависимости, как это сказать-то. Бывают не оригинальные, качественные, но они и дороже. А так не экономлю. Не экономлю. Машина должна работать всегда и должна работать хорошо. Если нет тормозов, это не машина, правда? Как-то не можно сэкономить. Сейчас на иномарках запчасти такие дорогие. Или оригинал ставишь, или какой-нибудь БУ. И вот стоишь перед выбором, БУ поставишь, на сколько его хватит. Оригинал сейчас денег стоит, сами понимаете. Ну, вы что выбираете в итоге? Ну, смотря какие детали. Если где-то ответственные для двигателя, то, конечно, оригинал для коробки передач тоже. Ну, а если какой-то там крепеж, что-то, ну, там, конечно, можно будет. О том, как в Кировской области проходит неделя добра и что подарили победителям турнира по хоккею в Валенках, расскажем во второй части выпуска. А пока ненадолго прервемся. Это «Давичи» и мы продолжаем. Один человек погиб, и 14 получили травмы на дорогах Кировской области. В ГИБДД подвели итоги аварийных выходных. Всего на территории региона произошло 9 серьезных ДТП. 21 автомобилист сел за руль без прав, а 29 водителей в состоянии опьянения. Госавтоинспекция Кировской области напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данные нарушения предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Брала деньги из кассы и тратила на себя. В Кировской области вынесли приговор сотруднице Почты России. Как установило следствие, за год заместитель начальника учреждения присвоила более 440 тысяч рублей. Свою вину женщина признала и в ходе расследования вернула часть денег. Суд назначил ей наказание. Один год лишения свободы условно и штраф в размере 8 тысяч рублей. При провозглашении приговора с учетом частичного возмещения причиненного материального ущерба суд взыскал с осужденной оставшуюся часть невозмещенного ущерба. Взыскание будет обращено на арестованное в ходе следствия имущество осужденной. Это личные вещи, бытовая техника, ювелирные украшения. Полезный подарок. Это ежегодная акция «Добрый урожай». Пакет известковой аммиачной селитры полагается каждой. Жительница Кирова-Чапецка старше 55 лет. Полезно и практично. Подкормка для грядок никогда не бывает лишней. Делятся женщины в очереди. Правильно, поддержка. И потом это нужно. Для сада. Все правильно. Я думаю, хорошо. Нам очень приятно. Мы всегда с удовольствием ходим за удобрением. Но мы очень рады. Все-таки какая-то помощь, удобрение. Посыплем грядкой своей под картошку, поудобрить. За минеральным питанием по поручению женщин приходят мужья, дети, внуки. Некоторые забирают селитру заодно и для соседей. Акция «Добрый урожай» давно знакома чепчанам и любима ими. Ведь она проводится уже много лет подряд. Инициаторами этой акции являются депутаты областного законодательного собрания от компании «Уралхим». Любая инициатива депутатов, которая продиктована запросами жителей, она всегда находит живой отклик. Во-первых, эта акция очень востребована. Во-вторых, небывалая активность. Безусловно, отклик данная акция получает огромный. И мы благодарим компанию «Уралхим» за то, что она проводит ежегодную традиционную данную акцию. Акция будет проходить до 7 марта включительно. К ней присоединились несколько районов области, где также интересы жителей в ЗАГСобрании представляют сотрудники «Уралхима». Это Афанасьевский, Верхнекамский, Подосиновский, Лузский и несколько других районов области. Всего удобрения получат больше 40 тысяч женщин. Елена Шарыгина, Александр Нестеров, Бюро новостей Дайвича. Готовится поздравлять кировчанок и наш телеканал. Вместе с Радио Ваня и региональной госавтоинспекцией мы подготовили акцию для «Автоледи». 7 марта, накануне Международного женского дня, полицейские будут поздравлять женщину-водителя и вручать святые подарки. Акция пройдет на парковке на перекрестке улиц Горького и Калинина с 10.30 до 11.30. 25 лет назад в Кирове стартовали первые всероссийские соревнования по ледолазанию. Они проходили на стадионе «Локомотив» как раз 6 марта. По словам организаторов спортивного мероприятия, тогда они стали экспериментом для нашего города. Почему? Об этом, а также о настоящем и будущем ледолазания нам расскажет председатель Федерации альпинизма и скалолазания Кировской области Павел Шабалин. Павел Эдуардович у нас сегодня в студии. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Вы стояли у истоков зарождения в Кирове этого вида спорта. Расскажите, пожалуйста, как так получилось, что первые всероссийские соревнования прошли именно у нас в Кирове? Это были первые чемпионаты России, потому что все российские соревнования были, но вот на уровень чемпионата России по новой спортивной дисциплине вида спорта альпинизм по ледолазанию первый чемпионат прошел действительно в Кирове. Дело в том, что за 10 лет до этого, в 90-м году, в Федерации альпинизма России меня выбрали ответственным за новые виды дисциплины альпинизма. И мы начали именно с ледолазания. Ледолазание до этого в Кирове мы проводили соревнования, но это были не официальные старты. Это было за пединститутом, в овраге засора. Заливали склоны ледовые, но в современном формате, именно лазание по вертикальному льду, это действительно был первый старт вот такого уровня в России, именно в городе Кирове. Вы в одном из интервью говорили, что это экспериментом, скажем так, для нашего города было. Почему же? Ну, потому что это был экспериментом для всей России. Я начал с того, что 10 лет назад, до этого старта, мы побывали во Франции, в Куршевеле. И там проводились в современном формате соревнования по ледолазанию на вертикальной сосульке высотой 30 метров. И приехав оттуда, мы там выступали, там участвовало 10 стран, попали в финалы, как ни странно. То есть первый блин не вышел у нас в Куман. И после этого мы пришли к руководству спорткомплекса «Локомотив», к руководству Кировского отделения Горьковской железной дороги, показали видео, показали фотографии и предложили сделать что-то подобное у нас в Кирове. И вот очень я благодарен руководителям Кировского отделения железной дороги и руководству спорткомплекса «Локомотив» за то, что они не побоялись отдать нам осветительную опору, которую мы залили. И провели в 1998 году, вот ровно 25 лет назад, первый чемпионат России. Как изменился этот вид спорта за 25 лет, за четверть века? Как и 25 лет назад были две спортивные дисциплины, трудность и скорость. Сейчас также проводится в этих дисциплинах, добавился в дисциплина комбинация, когда идет зачет и трудность, и скорость. Конечно, изменился инвентарь, конечно, изменились трассы. Если раньше все было на льду, сейчас усложнение идет. Если раньше скорость была по положительному наклону, сейчас абсолютно вертикаль. Трудность была по вертикали, сейчас трудность проводится по нависающим трассам. И за 25 лет действительно вид спорта претерпел кардинальные изменения. И сейчас, после Сочинской Олимпиады, мы серьезно рассчитываем на то, что в ближайшем будущем ледолазание включат программу зимних олимпийских игр. Так же, как старшего брата нашего вида скалолазания, уже включили в программу Олимпиады в Токио. И мы надеемся, что скоро и мы будем выступать на зимних олимпиадах. Хотелось бы еще узнать, в чем успех кировских ледолазов? Что 25 лет назад, что 10 лет назад, что сейчас показывают наши ледолазы высокие результаты? В чем же успех? Не соглашусь с вами. Дело в том, что 25 лет назад как раз первые места и в трудности, и в скорости среди мужчин и женщин, и более того, даже не первые места, а первые тройки призеров были москвичи. То есть не киров. Не киров, да. Но после того, как мы стали заливать у себя ежегодно вот эту сосульку, после того, как у нас появилась своя спортивная школа, и тренеры по скалолазанию стали заниматься еще и ледолазанием, основной, что ли, слагаемый успех в том, что первое, это материально-техническая база, то, что у нас у первых появилась вот такая вот сосулька, и второе, то, что у нас были прекрасные тренерские кадры. И мы переориентировались со скалолазанием, то, что у нас не было практически хороших, серьезных скалодромов, все спортсмены, которые у нас хорошо выступали в скалолазании, стали заниматься ледолазанием. Павел Дуардович, к сожалению, наше время подходит к концу. Мы желаем вам огромных успехов, вам и этому виду спорта, процветания. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. С вами прощаемся, мы продолжаем. До свидания. А мы продолжаем спортивную тему. В выходные наш город принял чемпионаты первенства Приволжского федерального округа по спортивной акробатике. Первенство России по лыжным гонкам. Были и необычные соревнования местного масштаба. Обо всем по порядку в нашем спортивном дайджесте. Более 700 сильнейших спортсменов, три насыщенных дня соревнований, захватывающие и яркие выступления. В Кирове завершились чемпионаты первенства Приволжского федерального округа по спортивной акробатике. Мастерством и артистизмом жюри удивляли спортсмены из Башкортостана, Татарстана, Пермского края, Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областей. Кировская область представили около 200 спортсменов из Кирова, Котельнича, Слободского и Орлова. Акробаты выступили в командных и личных соревнованиях в трех возрастных группах. Чемпионами ПФО стали женская пара Кира Феофилактова и Дарина Новоселова, мужская пара Иван Дериндяев и Матвей Черных, смешанная пара Алены Татарских и Павел Ласкин, а еще женская тройка и мужская четверка первой спортивной школы. Эти ребята вошли в сборную команду Кировской области и представят наш регион на чемпионате и первенстве России по спортивной акробатике в Великом Новгороде во второй половине марта. Бегут спортсменки Нижегородской области и Республики Мордовия и есть команда Северо-Западного округа. Сотни любителей спорта собрались в выходные на лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп». Там прошел масштабный праздник – День зимних видов спорта, а также первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из 53 регионов страны. В Кировскую область приехали олимпийские чемпионы Юрий Скобов, Юрий Захаревич, Светлана Ишмуратова и Михаил Иванов. Регионы объединяются для того, чтобы принять участие и, конечно же, получить незабываемый опыт. Главным событием спортивного праздника стала лыжная гонка «Свободным стилем», которая прошла в рамках первенства России, а также массовый старт на полтора километра для всех любителей. Для гостей подготовили много активностей. Это концертная программа, катание на ватрушках, любительские соревнования по футболу на снегу. Тоже на снегу, но не с мячом, а с клюшками и в валенках. Выходные на стадионе «Россия» в Нововятске было жарко, весело и зрелищно. Там прошел традиционный турнир «Хоккей на снегу» среди профсоюзных организаций Кировской области. На соревнования этого года заявили 17 команд, 8 женских и 9 мужских. Это представители профсоюзов работников госучреждений агропромышленного комплекса Всероссийского электропрофсоюза. Среди команд мужского дивизиона первое место завоевали представители Всероссийского электропрофсоюза. Среди женских первое место у работников профсоюза агропромышленного комплекса. И в завершении выпуска напомню, что следить за новостями можно также в наших социальных сетях. Пишите, присылайте видео, номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. А у меня на этом все. В студии работала Надежда Шабалина. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok